Я иду вдоль железнодорожных путей. В березовой роще я вижу счастливых людей. Шестеро взрослых сидят вокруг костра, пока с мечом рядом играют детвора. Люди рассказывают друг другу что-то, смеются, употребляют алкоголь. Они отдыхают, у них выходной. Мимо неспешно проезжает электричка. Мне много дачников столбиться. Среди бабушек и дедов я вижу молодого парня. Возможно, он едет на свидание или навстречу друзьям, но понимаю одно, он точно едет по делам. Не то что я, человек, идущий вдоль железнодорожных путей, рощи и череды гаражей. Гаражи закончились, открылся вид на кладбище. Место, где мы будем все, если только не воспользуемся устыдами крематория. Между дорогой и кладбищем поле, где люди гуляют, загорают, жарят шашлыки, пока я думаю о ней совершить для мне суицид. Используем день и прекрасный вид. У людей есть цели в жизни, желания, план. Ну а я тупой еблан, не умеющий ничего, без желания что-либо делать и жить. Один поезд, и все превращается в ничего. Но я иду вдоль железнодорожных путей. Это место слишком красиво, чтобы омрачать его смертью своей. И я буду еще как минимум день наблюдать из окна счастливых и любегущих по делам людей. Так хотелось сделать лучше. Ты измучен и простужен. Сил осталось очень мало. Раны колит, кровь бежит. Вас с лица земли мастериете. Вас осталось очень мало. Вам осталось очень много. Нам осталось подождать. Я иду вдоль железнодорожных путей. Я очень устал. Очень тяжело на это все смотреть. Я иду на плавище. Место, где мне не селишь. Лишь одна мысль меня тревожит, проходя вдоль железнодорожных путей. Нет, я не настроен. Я не буду импортить этот день. Ты измучен и простужен. Сил осталось очень мало. Раны колит, кровь бежит. Вас с лица земли мастериете. Вас осталось очень мало. Вам осталось очень много. Нам осталось подождать. Я иду вдоль железнодорожных путей. В березовой рощи я вижу счастливых людей. Шестеро взрослых сидят вокруг костра. Пока с мячом рядом играют пиквара. Люди рассказывают друг другу, что это смеются. Потребляют алкоголь. Они отдыхают. У них их одно. Мимо неспешно проезжает электричка. У них много дачников ростов. Среди бабушек и дедов я вижу молодого парня. Возможно, он едет на свидание или на встречу с людьми. Но понимаю одно. Он точно видит по делам. Не то что я, человек, идущий вдоль железнодорожных путей, рощи и череды гаражей. Гаражи закончились. Открылся вид на кладбище. Место, где мы будем все, если только не воспользуемся условиями крематориями. Мехтю дорогой и кладбищем поле, где люди гуляют, загорают, жарят шашлыки, пока я думаю о ней совершить темные суициды. И сборщик им день и прекрасный вид. У людей есть цели в жизни, желания, план. Ну а я тупой гиблан. Не умеющий ничего, без желания что-либо делать и жить. Один поезд и все превращается в ничего. Но я иду до железнодорожных путей. Это место слишком просили, чтобы обращать его смертью своей. И я буду еще как минимум день наблюдать из окна счастливых и любящих по делам путей. Так хотелось сделать лучше. Ты измучен и простужен. Сил осталось очень мало. Раны колит. Кровь бежит. Вас с лица земли не стереть. Вас осталось очень мало. Вам осталось очень много. Нам осталось. Подожди. Я иду в доме. Железнодорожных путей. Я очень не стал. Очень тяжело на это все смотреть. Я иду в доме. Кладбище. Место единого мессия. Лишь одна мысль меня привозит, проходя вдоль железнодорожных путей. Нет, я не настроен. Я не буду импортить этот день.